я на самом деле нифига не пишу никакие сценарии поэтому ну блин просто будем разговаривать как пойдет и все отлично я за такое движение если по душе я тут кстати хотел пожаловаться по поводу того что ты же очень чайный человек да очень сильно разбираешься в чай я кстати термос забыл блин ладно сейчас гоня у меня какая-то проблема я какой-то странный человек все любят пуэр а у меня не получается его распробовать и я не знаю что с этим делать и может быть не надо с этим ничего делать короче я должен был пожаловаться тоже но с пуэром там история такая есть несколько чаев и пуэр по сути можно сказать возглавляет список этих продуктов у которых вот нам ну по моему опыту да из тех людей которых чайных которых я видел там не знаю подсадил на чаек воспитал рассказал открыл им там и так далее да вот вот пуэр возглавляет список продуктов у которых всегда поклонники делятся на две такие радикально радикальные группы то есть первая группа которые просто блин бог пуэр и чай это пуэр как бы да и все все пуэр 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 вот или же просто блять как можно пить это говно не ну я я наверно в третьей категории я просто пытаюсь себе привить любовь к нему но у меня нихуя не получается ну могу точно сказать что этого дела точно не надо типа заставлять себя не стоит но я просто пытаюсь ну а зачем тебе вот это по мнению ну на самом деле пуэр во многом продукт ну как тебе сказать мне кажется что это очень во многом вот продукт вот этого даже не то чтобы маркетинга но он как-то вот просто знаешь как битлз стрельнул то есть ну битлы они конечно классные музыканты у них классные песни я там несколько лет был битломаном и все такое но сказать что они какие-то адские гении до сравнений со всеми остальными что просто вот кроме них музыкантов на свете нет но так же не скажешь правильно но не классные чуваки но они прям вот именно тот момент попали со своим вот вот с этим своим поведением причесочками ритма блин от вот вот со всем вот этим вот этим вот этим или вер пуль все-все-все-все-все-все-все-все-все БАМ! И вот родился вот такой продукт. Вот Пуэр точно так же. То есть с точки зрения технологической Пуэр из себя ничего интересного не представляет. Ну, понял. Ну, или вернее, как бы, ну, один из бесчисленного множества таких вторичных. Я, в общем, мы сейчас про ШУ говорим. Да, да, ну, про нефть, про нефть, да, конечно. Вот. Но, попав на российскую почву, где огромное количество людей воспринимало его и по-прежнему воспринимает как альтернатива какому-нибудь другому упору. А, ну да, пруще, пруще, да, да, да. Слезание с наркоты, слезание с бухла. И эта альтернатива, причем, ну, как бы вот, ну, как это всегда бывает, в основном такая ошибочная технология, просто найти что-то другое. Замена. То есть, я слез с синьки на зеленку, а я с зеленки на синьку. Знаешь, вот эта вот история. И Пуэр, он во многом, ну, он сыграл эту роль. На самом деле, огромное количество людей, и я рад, что это, правда, сработало. Ну, как бы, отказались там от всякой гадости, и там, и с алкоголем как-то урегулировали свои отношения. Это очень здорово. Но при этом они все равно увидели в нем вот этот вот, вот это вот наше, наше все. Кайф. То есть, вот так вот, так, чтобы зубы трещали, как бы, чтобы прям, чифирюга такой, понимаешь? Да, да, да. Вот. Я посылал множество раз посылки, там, и знакомым, там, и незнакомым. Люди прям вообще, прям с тюрьмы даже человек покупали. Вот. Ну, или там, через каких-то родственников. Но это всегда был Пуэр, и всегда Шу. Понимаешь? Есть какой-то, ну, спектр чая. Я знаю, что ты тоже Пуэр любишь. Да. Но у тебя есть какой-то спектр чая, который, ну, вернее, не спектр, несколько чаев, которые ты прям, ну, прям, ни при каких обстоятельствах ни на что не поменяешь. Ну, типа... Ты имеешь в виду, ты имеешь в виду из Шу? Не, не, имею в виду наоборот. Ну, вообще, в целом из спектра чая. Там, не знаю, Шу и Белый, например. Или, ну, как-нибудь так. А, слушай, я, на самом деле, уже давно... Тут как бы такая тема, что, я думаю, меня поддерживают все те, кто чай пьет уже, ну, достаточно давно, да. Как правило, это, ну, всегда так бывает, что человек сначала погружается в мир чая, и ему интересно все. И он пьет все, и то, и то, и жасмин, и зеленый, и молочный, и тягуанин, там, и красный, и черный, и пуэр, и то, и сё. При этом, естественно, он, по мнению, не может не пить пуэр. Вот, потому что, ну, как бы, ты понимаешь, да, пацаны, пацаны не уважат, как бы, да. Вот. Но потом, со временем, если человек продолжает пить чай, и как бы заглубляется в эту тему, да, вот уходит туда, куда-то вглубь, то, как правило, остается прям два-три чая, которые человек пьет. Там все остальное уже выпито гекалитрами, все это не значит, что я там не люблю там, ну, не знаю, там, тайваньский улун. Да, да, да. Но, как бы, без него спокойно. Ну, я вот... Что касается моего списка, то он, собственно говоря, это мой прайс. Это вот утесник, красный и пуэр. Три продукта, которые, собственно говоря, вот, ну, мне этого достаточно. Я в течение дня, как правило, пью, ну, утренний просто, утренний пуэр просто в силу того, что на пустой желудок он более-менее заходит. Ага. У меня такой слабенький желудок изначально, с детства. Вот. И поэтому все остальные чаи на пустой желудок, а иногда утром рано, выскакивая из дома там в шесть часов, а то и раньше, просто ничего не лезет. Плюс, как бы, я собираюсь позаниматься, а перед занятием налупиться там какой-нибудь каши там или булку какую-то съесть, ну, не очень. Вот. Поэтому, соответственно, так или иначе, в результате все равно оказывается пустой желудок, хотя это не полезно. Ну, и единственное, что он более-менее хоть как-то принимает, это пуэр-шу. Пуэр-шу. Нет. Вот, а днем уже красненький или утесник. Ну, так, если... Да. Да. Блин, я тоже красненький нравится. Ну, мне какой-то дикий разброс, я и... зелень почему-то не нравится, не знаю почему. И пуэр не нравится, красненький и беленький прям заходят очень хорошо. Слушай, ну, на самом деле, естественно, тебе не... они не обязаны, тебе все нравятся. Ну, да, да. И более того, ты, ну, будучи нормальным человеком, взрослым, способным анализировать свои ощущения и как бы сделать выбор, да, ну, собственно, тебе все должно нравиться. Да. А пуэр, это очень во многом, я говорю, это очень во многом просто вот этот вот некий какой-то, не знаю, загадочный феномен. Я вовсе не пытаюсь его как-то там принизить или еще что-то, но по своим вот наблюдениям понимаю, что это просто вот реально какой-то, знаешь, культурологический феномен, нежели там какой-то вкусовой. Так просто встали звезды, да? Ну, да, да, вот все, вот оно как-то так сложилось, так грамотно подошли к теме. Вот у китайцев задели в первую очередь вот эта тема, что это антиквариат, он же на рынке, собственно говоря, раскрутился под лозунгом хэ-хэ да гудум, то есть как бы антиквариат, который можно пить. Ага. А зная, как бы, и понимая страсть китайцев вот к этому всему старому, выдержанному, антикварному, пропитанному временем и так далее, ну, несложно догадаться, что, ну, это все задело струны китайской души и раскрутило. А дальше уже пошла тема по мнению. Ну, то есть ты не можешь, если ты продвинутый пацан, ты не можешь не пить пуэр. и люди, вот, ну, огромное количество людей, вот, как ты, вот эти вот, знаешь, ну, результативно или нерезультативно делают вот эти попытки, ну, в этом говне найти хоть что-нибудь интересное. И там, да, ну, да нет, вроде нормально, понимаешь? При всем при том, что человек думает, е-мое, что за шляпа такая? Ну, сказка про голову короля, она написана уже давным-давно, понимаешь, я никто не отменял. Я не говорю о том, что пуэр вообще там, ну, ну, но, тем не менее, я говорю, что очень во многом это культурологический феномен, а не только продукт. Тем более, что, ну, как бы, такой чай в виде Любао, например, того же самого, существовал уже очень давно. Я понял. Ну, блин, да, смысл-то заставлять себя есть, не нравится. заставлять себя однозначно не надо, потому что, как раз наоборот, собственно говоря, вся эта одна из идей чая, научиться как раз слышать себя, понимать себя, и вот не вестись ни на какие разводы, которые мир непрерывно в огромном количестве порождает. ну, да, блин, ну, кстати, вот, возвращаясь к теме замены бухла, и я же, ну, уже, наверное, не знаю, во сколько раз, но я тебе, про тебя еще не говорил, поэтому скажу, я бросил пить и курить, наверное, пару лет назад, что ли, пить, пить, вообще, в смысле, ну, не то, что я какой-то заядлый синчер был, просто, ну, то есть ты, ты не это, не это, не с белки соскочил, да? Нет, я просто мне надоело. А просто как обычный такой вот это вот по выходным наебеница? Ну, типа да, да, вот такая история. Ну, обычное человечество. ну, ага. Я перестал, короче, пить и курить, и мне кажется, мне кажется, я, может быть, что-то додумываю, но мне кажется, это во многом благодаря чуечку. Вот, я могу быть неправным. А ты сначала начал пить чай, а потом все это дело побросал, или же наоборот? Сначала начал пить чай. А, да, чаек он такой, он как бы, он такой, как истинный тай-ди-чуань, он такой втекает, и как бы, такой потом начинает потихоньку, просто, знаешь, так элегантно такой, да, расширяться и отжимать всю остальную шляпу, вот, ну, типа Алка, там, или Сиги, есть у него такая, да, способность. Ну, если ты так искренне в него, погружаешься, то он именно так действует, потому что ты такой, вроде раз заварил, и такой, вроде покурить, а как бы, типа, не, ну, погоди, первая чашка вроде еще не, ну, как бы, ну, это не прочувствовалось, и как-то хоп-хоп, и потом, и потом смотришь уже, и раз, и бросил. и вроде, и курить уже не хочется. Ну, да, да. И Алка тоже, потому что, если есть опыт, вот этого, чайного состояния, чайного, так, ну, так можно сказать, кайфа, да, то, конечно, и он тебе понравился, и ты как-то вот нашел в нем, увидел в нем прелесть, вот, какую-то свою такую честную для себя, не в смысле, как все, ну, все остальные вокруг сидели, тебя губами шлепали, да, да, и ты, естественно, ну, ты не можешь как бы лохом показаться в глазах других людей, поэтому ты тоже, естественно, цы почувствовал, как оно там течет, дон-тянь, и, блядь, и все остальное, да, да, вот, а на самом деле думаешь, ебаный насос, все у меня занят, да, уже жарко, я уже мокрый, а если ты как-то вот нашел это, то увидел что-то в этом, что-то сам для себя почувствовал, то, конечно, ну, в сравнении с чайным, ну, все остальные кайфы, они такие, ну, слишком грубые, слишком резкие, да, 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 это в какой-то момент начинает обламывать, резкость, ну, да, чайочек все-таки тонко, так, тихо, плавно, прикольно, блин, дядя Илья, прости секунду, я сейчас тебе этот термос притащу, а то я сижу на сухую, давай, родной, мне тоже надо чайку взять, ага, хорошо, хоп, хай, ла-ла-лай, у меня, кстати, если вдруг ты меня слышишь, ребята угостили каким-то странным чаем, но я вот, кстати, любитель таких экспериментов всяких, в Саратах, ребята угостили чайочком, называется, фо-шоу, хай-ча, и он, ну, как я понимаю, улун, который стал хай-ча, в смысле, это что значит, припрессованный, ну, я говорю, я просто не мастер чая, но мне просто нравится пить чай, он вот такой вот, какашечный кусок из больших плюх сжатого улуна, короче, я не знаю, как объяснить, если ты не видишь, нифига себе, это я прям реально волну запустил, что ли, или это всегда было, а просто я не соединился, нет, такого не видел, не пробовал ни разу, но он прям, не, я просто в этом году выпустил блины, как раз прессованные, да, хунпао, и этот самый, и желтую розу, это то, что к Димке приехало, в этот, а? то, что к Димке ехало, к Димке оно тоже едет, но оно еще до него не доехало просто, нет, нет, это не пуэр, это утесники у нас, которые здешние, да, хунпао и желтая роза, круто, круто, блин, дядя Илья, расскажи, где скупить в России-то вот такие штуки, или у нас не получается так? В смысле? Ну, вот эти вот, ты говоришь, то, что уехала к Диме, у нас же нет таких. Заходишь на, заходишь, а, ты имеешь ввиду пуэры? Ну, не, не знаю, от тебя чай где-нибудь можно купить в России, или нет? Да, конечно, заходи ко мне на сайт. Заходи ко мне на сайт, я тогда ссылку внизу положу где-нибудь, чтобы. Ага. Знал. Да? Куда идти за чаем, за хорошим. Ну, и кабанчика пригонючего. Нормально. Круто, круто. Круто, круто, круто. А я, вот, мне кажется, мы с тобой сегодня, когда был тест у нас, вот этого зума, мы с тобой говорили, помнишь, ты рассказывал про, как это называется-то, господи, кризис предсреднего возраста. Ага. Я вот думаю, так сошлись звезды у меня, что так произошло, что и бросил пить, вернее, начал пить чай, но чай я, правда, давно начал пить, а потом вот видимо как-то в голове все сложилось и вот это вот все началось и всякие саморазвитийные штуки и бросание всяких гадостей и саморазвитие всякие там трататушки. Это усугубится, да, с течением времени? Что? Ну, вот это вот то, что хочется учиться, не знаю, хочется жить лучше, ну, в плане, не знаю, там, есть что-то правильное, пить что-то правильное. Ну, это от тебя зависит. Ну, то есть, тут нет какого-то такого среднестатистического, типа 32-37 лет ты вот пересматриваешь свою жизнь. Нет, ну, по моим наблюдениям за своей жизнью, я так понимаю, что где-то в тридцатке, вот, в тридцатку один из, ну, как бы таких более-менее, как тебе сказать, знаешь, таких понятных и заметных каких-то переходов на какой-то, видимо, другой тип. Не знаю, очень не хочется говорить этого слова, но оно правда очень, ну, как бы, мне кажется, более-менее понятно описывает ситуацию, ну, как бы переход на другой тип энергии, что ли. То есть, у тебя какие-то другие ритмы в жизни появляются, они не в смысле, что они медленные или еще какие-то там, они просто другие. И этот переход более-менее заметен. И ты понимаешь, что многие старые привычные тебе модели поведения, такие вот, ну, стереотипы, которыми ты пользовался, да, потому что мы, по сути дела же, набор, набор таких поведенческих стереотипов, они перестают работать или они там перестают давать тебе кайф, да, или там результат, на который ты рассчитываешь. Или еще хуже, когда они продолжают давать тот же результат, только тебе уже результат не по кайфу. потому что уже результат тебе нужен другой. Вот. И в результате, ну, это начинает выбешивать, потому что один, другой, третий, и появляется ощущение такое удивительное, что это, как это, как у того лося, я пью-пью, а мне все хуеве и хуеве. И вроде все ништяк, все так здорово и хорошо, а мне что-то прям, а меня крячут не по-детски. Да. Это бывает. Ну, если, есть, есть варианты решения вопроса всякими разными, так сказать, этими препаратами и средствами. Вот. Ну, многие это решают так, ну, там, алка там или еще как-то, да, вот. Ну, ну, а есть еще вариант еще и чай. И он, более того, он как раз интересен тем, что он, помимо того, что он дает тоже какое-то планосостояние, он еще и подсоединяет к другому эгрегору. О, что это такое, расскажи. Я хуй знаю, что это такое, но это как бы, это как бы, условно говоря, вариант мира. А, я, ну, понял. Ну, то есть, вот смотри, например, да, вот живешь ты себе, да, и с детства тебя там, например, там пиздили пацаны во дворе или там, или еще как-то, и поэтому твое представление о мире это о том, что кругом одни подонки, сволочи, гады, предатели, надо ходить все время с тиснув булки, лучше прижав там, ну, там это вот, прикрыв почки, да, и так далее. И, соответственно, ты как бы принадлежишь вот к эгрегору вот этому, вот это все, твое представление о мире через призму вот таких вещей называется, ну, это один эгрегор. А другой человек, наоборот, вырос в нормальной, спокойной семье, его там любили, гладили по голове, друзья у него были и так далее, да, и он, соответственно, вау, позитив, вайбрэйшн, е, люди все хорошие, доверься миру, и он доверится тебе, там, вот это тело. Вот, это другой эгрегор. Соответственно, есть синий эгрегор, в котором там есть, там, вот эти всякие Джек Дэниелс, вискориды, мы вчера на их уюжились, да, я вчера в носки набливал, ну, и вот это, целый мир связанный с этим, да, потому что нам же интересен не сам продукт химический, который мы в себя вливаем, он там производит какие-то там в себе состояния, а это же все вместе, как, с кем, когда, где, потом эти все воспоминания, вот это вот все, потом это вот, на следующий день хуево, ты, блядь, я больше никогда в жизни, а потом опять, и вот это вот еще чувство вины, которое тоже в какой-то момент уже тоже начинает кайф наставлять, такой, знаешь, этот мазохистский, вот, и, соответственно, это вот алка и грегор, понимаешь, и я почему говорил про чай, что человек начинает пить чай, но если он его рассматривает исключительно как замену коньячили, да, и поэтому заваривает прям так, чтобы он прям, то он как бы начинает пить чай, но он не выходит из алка и грегора, понимаешь, просто продукт меняется, но сама тема вот этого типа, да мы у нас с собой вчера было две плюхи, мы поехали там, короче, в парке, бля, два термоса заварили, бля, нормально, такой лютый, вообще он, бля, прямо из чашки не выпадал, бля, знаешь, потом как дали, и два часа сидели, тупо птичек слушали, знаешь, там, ковер зырили, бля, вот, ну, то есть это вот тот пример, когда человек продукт уже, так сказать, отодвинул, да, но из-за грегора не вышел, и вот чай, он как раз интересен тем, что он, у него есть свой грегор, он, ну, как бы он может тебе предложить не только, собственно, вот это химические там изменения, и какое-то там состояние, а он может тебе предложить, причем он не просто и грегор, а он такой, знаешь, как сказать, он такой и грегор, который выводит на кучу других и грегоров, просто ступенька, то есть он такой, он как переходник, то есть он может тебя и сам научить многим вещам, но при этом он одновременно может тебя подключить, там, вот, ну, вот как ты говоришь, там, китайский язык, понимаешь, там, причем это не обязательно с Китаем связано, но он подключает человека к грегорам, в которых очень важно более тонкое, внимательное вслушивание в то, что ты делаешь, и он это учит, и он этому учит, начиная с вот этих вот, вот эта чашечка, гайванька, помыл, перелил, и так далее, да, вот это все, вся эта игра забавная такая, и при этом и сам он тоже в тебе, когда ты выпил, и ты понимаешь, что в зависимости от того, в каком ты находишься состоянии, такое состояние он тебе способен дать, он очень четко вот это показывает, потому что алкоголь, ему похуй в каком-то там состоянии, то есть, если ты ебнул стакан водки, то у тебя не будет такого, что типа, так как ты был занят, ты вообще не заметил, понимаешь, ну как бы не будет такого, правильно, понятное дело, что там тоже есть такое, что если с друзьями, под хорошую закусочку, да еще выспавшись, да и тра-ту-ту, то как бы оно как-то, ну на полчаса больше ты был во вменяемом состоянии, но потом ты все равно сделаешься в говно, потом начнется тема с уважением, пойдем кому-нибудь пизды дадим, ну или там как-то еще, то есть вариаций много, но все они, все они вот из этого эгрегора, вот, а с чаем есть как раз интересная штука, что он может тебе дать возможность увидеть, как это так, что вот ты отвлекся, и нет состояния, а потом ты такой типа, так, погодите, раз такой телефон выключил, положил, фу, глаза прикрыл, выдохнул, хуяк есть, да, только что не было, а есть, и в этот момент ты понимаешь, что это ты регулируешь, это состояние, то есть ты вот эту вот резкость наводишь, да, 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 и это не птичка исчезла, а у тебя резкость пропала, и окуляры подкрутил, опять птичка сидит, понимаешь, перышки чистит, ну да, что-то ты там, бля, на руки съехали, хуяк опять еще нет, вот, и тут потихонечку как раз и приходишь, вот к этой теме, что все есть регулировка самого себя, не мира, а себя, алкоголь и другие веселые друзья, они не дают этого, этой возможности работать, потому что они слишком, как бы, как бы это сказать, они такие диктаторы, то есть он может тебе что-то дать, но, но ты ничего не решаешь, и ты ни с чем не работаешь, он не партнер, он такой, блядь, жесткий, что, что алкоголь, что остальные друзья, они не дают тебе вариантов работать с этим, ну да, тут, да, ну блин, тут же тоже пока сам не дойдешь до этой херни, ну, сам пока не поймешь, и ж хер слезешь с этого вообще, с чего? Ну, со всякого говна, типа сигаретов и синьки там, ну, без вариантов, не, ну, тут, конечно, несомненным, я так подозреваю, таким очень важным, определяющим условием является, ну, желание человека, ну, как бы понять, а что я вообще бухаю, если он этих вопросов не задает, и его все устраивает, то, ну, значит, ему пока не в этот эгрегор, пока рано, да, да, ну, да, но если вопросы задаются, то, ну, как бы, ну, значит, значит, тебе туда, ну, так слушай, а может ли так получиться, что тебе чай и, ну, как инструменты не пригодится тогда, это же как, ну, типа, ты понял такой, и вот прям суперосознанно пошел к тому, чтобы, не знаю, там, начать учиться, что-то делать, помогать людям, там, делать то, что тебе по кайфу, не мешая при этом другим, и не убивая свой организм. и чё, без чая? Да, да, так может быть. Не, ну, можно и без чая, то есть, я же тебе и сказал, что он, он как раз универсален тем, что он может быть, как просто проводником, ну, который тебе, вот, тебе туда, чувак, вот, так и, то есть, условно говоря, он как, например, туристическое агентство, может тебя просто довести до горы, и сказать тебе туда, а может, ну, вот, ко мне туристы приезжают сюда, ребята, да, и я могу просто ребятам сказать, братва, вот билеты в заповедник здесь, вам туда, и они идут, а бывает так, что я с утра до вечера с ними по горам, по горам, по этим шоркаюсь, и там показываю, рассказываю и так далее, причем дело не в том, что со мной там лучше, чем без меня, да, просто это еще один из вариантов, ну, как бы, кому-то интересен опыт, такой вот личный, да, ему не интересен, например, опыт другого человека, и, ну, вот я, например, я такой, мне похуй, как там эти горы называются, мне еще больше похуй, кто там их первый раз увидел, блядь, сфотографировал, знаешь, там и так далее, вот это вот, почему, почему эта гора называется так-то, мне вообще до пизды, все вот это вот, ну, как бы легендирование, вот, мне наоборот интересен, вот этот вот, знаешь, такой живой, такой вот, ну, такой, реал опыт, вот это вот, я пришел, и вот все, что я смог увидеть, вот, ну, как бы на то, ну, как бы я был способен, ровно на то, что я увидел, мне не надо больше, и не надо меньше, то есть, если как-то не мое это было, значит, я, может, и не увидел вообще ни хера, и не сходил туда, куда мог бы меня отвезти, местный, провожатый, и показать пиздец, какой вид, там, да, ну, вот мне вот это не надо, мне интереснее увидеть свой хуевенький видок, чем чужой хороший, Ну, я понял, понял, это, это, опять же, это просто такой характер, Ну, ну, да, люди же разные, что, ну, шоу что-то говорит, поэтому, это я просто отвечаю на твой вопрос, и поэтому для кого-то, кто-то, может быть, встретился с чаем, и попил его вообще один раз, но его там как-то прорубило, и он там, в какую-то свою тему, которая ему нужна была, пошел, вот, а многие, ну, они идут уже каким-то другим путем, то есть они не занимаются собственно чаем, то есть есть люди, которые идут совсем по чайному пути, типа меня, которые, собственно, и чай изучают, и все, что с ним связано, там, и так далее, да, то есть это вот мое дело, моей жизни, чай вообще, в принципе, а есть огромное количество людей, которые уже там, там, десяток с лишним лет этот чай пьют, при этом продолжая, там, работать на своей работе, на какой-то, делая дело, которое они по жизни делают, и, ну, как бы, удивительность чая, как раз заключается в его невероятной адекватности всему, я не видел ни одной ситуации, где чай был бы не к месту, ну, вот я имею в виду, вообще не к месту, да, то есть понятное дело, что, там, если какой-то спортивный матч, а ты такой, на футбольное поле, такой, с доской, блядь, выгрузился, да, ну, понятно, что не совсем, как бы, ну, тут уже не в чай, если ты, например, ну, если ты в перерыве, там, пацаны, там, прибежали отдохнуть, да, ну, и футболисты, а ты им по чашечке чайку, а почему бы и нет, ну, понимаешь, да, я имею в виду, но ситуации, в которой вот скажешь, что, ну, чай, вообще никак, ее нет, какую бы ты ситуацию не взял, будь то переговоры, там, пьянка-гулянка, день рождения, свадьба, разборки, там, терки-мерки, понимаешь, там, дружеская встреча, одноклассников, больница, бля, похороны, все что угодно, понимаешь, и он везде к месту, блин, да, вот это тоже одно из, одно из тех особенностей, которые, которым стоит научиться, я вот с этой стороны, ты сейчас рассказал, я не думал никогда с этой стороны, что типа, ну, реально, я просто же и на пьянке всякие гонял, я пить-то бросил, ну, а общаться с людьми нет, и поэтому на пьянке я всякий тоже, вон, тормозочек, черечек, чайничек, да, да, так и есть, и людей пою, и срам попиваю, а потом там начинается, ну, ладно, че там, бля, че там, бля, в термосе-то твое, бля, и сначала вроде вот они мурчат-мурчат, как бы, да, а потом хуяк там год-два проходит, и уже, бля, бадурищ, давай, че там у тебя там, че там, давай, бля, вот ты в прошлый раз гриванул вот этой, ну, ребят там, одноклассники, ты вот в прошлый раз гриванул там каким-то чаечком, бля, такой вкусный, мы сейчас его по вечерам всей семьей сидим-дуем там с плюшками там, со всеми делами, слушай, ну, опа, круто, зацепило, потом там уже, вот сейчас уже одноклассник там, это, Илюха, ну, мне, короче, мне вот этого, вот этого, вот этого уже, как бы, более-менее посвоился с китайскими названиями, вот, и, значит, это вот мне, а еще вот, значит, соседи, у него там такой райончик, вот, и соседи, и, соответственно, вот еще соседи, вот это, вот это, вот это, причем, ну, дело-то, понимаешь, не в том, что он там у меня его купил, как бы, да, дело не в этом, а в том, что, ну, распространяется, это все дело, и он так это все делает элегантно, я имею в виду, чай, как бы, как бы, типа, вроде бы и нет, но как бы, да. Потихонечку, потихонечку, так, граница, ты даже и не чувствуешь, то есть, никто тебе не говорит, типа, слышь, чувак, не бухай, не кури, там, не жри, там, не это, не, делай все, что тебе покайфит, чувак. Так, потому что это в большинстве случаев не работает, если тебе будут говорить, там, не пей, не ехай. Но, более того, оно не просто не работает, наоборот, да, но наоборот, запускает обратно, механу, это же как бы, как пружина же. Так, слушай, это, дядя Илья, ты так вот заморочился в какое-то время, тоже на каком-то перепутье оказавшись, или я понимаю, что этот вопрос сейчас, наверное, уже миллионный, я человек, который задает этот вопрос, скорее всего, но, типа, как, как так получилось, что тебя настолько заморочило, что ты живешь сейчас, блин, в Китае, в Уишане, как так произошло? Слушай, ну, по поводу этого, тут все просто, я, ну, как бы, я на самом деле, все время себе вопросы задавал, что происходит, вот, то есть, ну, я такой любитель поразмышлять, вот, а что касается ситуации, ну, да, просто у меня там возникла такая ситуация, серьезная в жизни, такой, перелом произошел там, уж не знаю, как сказать, трагедия, не трагедия, вот, и меня так очень сильно вырубило, и я понимал, ну, как бы, знаешь, почву из-под ног вышибло, и как бы, я понимаю, что, ну, как бы, Алка и остальные, блин, друзья, нет, вот, вот, а как бы сам тоже нет, и тут как раз хоп и чай, и так как надо было куда-то все внимание направить, чтобы его перенаправить его от, как бы, того, что случилось, на что-то такое более позитивное, вот, ну, и соответственно, как-то, чаек, 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 и, а там уже, а там уже Китай, а там уже китайский язык, а там еще все вот эти мудрости, и масса, ну, ответов на те вопросы, которые я, в общем-то, всегда, всегда себе по жизни задавал, а тут, оказывается, есть не только ответы, но и есть способ еще и самому разобраться, то есть, не просто тебе ответ дается, потому что на самом деле мне чужие ответы нахер не нужны, а как бы главное, что тебе прям предоставляется, ну, нереальный такой инструментарий по, по как бы, по нахождению ответов на те вопросы, которые у тебя внутри есть, причем этот инструментарий настолько разнообразен, то есть, он тебе и чай, там, и всякие каллиграфии, и сам по себе язык, и культура китайская, во всем ее, во всем ее многообразии, по сути дела, это вот тот самый инструментарий для получения ответов, более того, в отличие от огромного количества других вариантов инструментария, да, потому что в каждом народе этот инструментарий так или иначе есть, но если он во многих народах в виде, там, каких-то пословиц, поговорок, которые как-то так, знаешь, ну, типа, о, да, блядь, как мудро, но действовать мы будем по-другому, вот, а здесь прям такой конкретный, четкий такой набор действий, причем с последовательным описанием, ну, как бы, то есть, пошаговая инструкция, более того, она такая, знаешь, китайская, вот эта вся тема, в ней, она очень сильно выглядит как инструкция, причем, знаешь, инструкция такого плана, что она вот очень интересна тем, что в ней уже написано и что ты будешь делать, то есть, представь, ты покупаешь себе какую-нибудь эту самую циркулярку метаба, открываешь, у нее там инструкция, и там прям написано установите ту-ту-ту, ты там устанавливаешь, прикрутите, тиререри, бэ-рэ-бэ-бэ-бэ, и вот ты все это по инструкции делаешь, потом, значит, включите ее. Значит, вам отхуярило два пальца, блядь, потому что надо было сначала прочитать инструкцию до конца, а не сразу на кнопку наживать, да? Возьмите бит, замотайте. То есть, как бы, я имел в виду, что существует в этой инструкции понимание того, как это будет на тебя действовать, и, соответственно, с инструкцированием тебя, как тебе еще и с этим быть. Офигеть. Ну, вот, как-то так. Где скачать инструкцию, дядя Илья? Инструкция не скачивается. Инструкция это изучение вот этих всех, ну, как бы, различных аспектов культуры китайской, потому что, по большому счету, китайская культура, это вот одна такая инструкция подробнейшая, написанная, ну, условно говоря, разными языками. То есть, есть язык каллиграфия, есть язык тай-дю-сюань, например, да, есть язык живопись, есть язык, там, какая-нибудь, там, вот это военное искусство, или, там, философия, ну, и так далее. Каждый человек себе выбирает то, что ему по кайфу, но все они на самом деле делают одно и то же. А охуенной смазкой в этом является чай. Причем он, как бы, является и одним из вариантов инструкции, это если, там, заняться, собственно, чаем, да, то есть, как он появлялся, там, история чая, там, и так далее. Так и он и сам по себе смазка. То есть, можно и не изучать чай, а просто его все время пить, погружаясь вот в этот удивительный мир, ну, вот этой вот культуры китайской. Блин, ну, как вариант. Более того, я могу сказать, что поизучав, ну, как бы, некоторое количество времени вот эту китайскую штуку, это, на самом деле, вообще универсальная формула, которая имеет отношение вообще к чему бы то ни было. То есть, потом, овладев хотя бы на какой-то небольшом этапе этой формулой или какими-то ее начатками, ты потом ее можешь применять вообще к чему угодно. Ну, то есть, условно говоря, я вот меня сейчас, мне сейчас приколола столярка, я вот там в гараже сделал такую маленькую столярочку, у меня там всякие циркулярки, шлифовалки и всякая прочая фигня. Я вот понимаю, что мой утренний тай-джи-чуань и вот эта вот циркулярная шлифовальная хуйня, суть одно, там те же правила, те же, понимаешь? Ну, то есть, вот это вот точно отметить, не торопясь, лучше приложить, лучше каждый, лучше, ну, условно говоря, там каждый шурупчик отдельно просверлить дырки, а не сразу все, а потом пересверливать десять раз и подгонять, потому что наверняка где-то что-то там отойдет, и поэтому один дырочку просверлил, прикрутил, следующий разметил, ну, и так далее, да, то есть, ну, это понятно, что детали, но, тем не менее, вот это так, и это все вот там. Ты сказал про столярку, я тоже хочу столярку, тоже хочу гараж с инструментом, уже, не знаю, год, наверное, ношу вот это вот все и прям хочется мне. А что, ты возьми, да начни с мелочи какой-нибудь, сделай там какую-нибудь странную полочку или еще какую-нибудь. Я начинать-то начинал, вот у меня есть деревяшенька, я которую сделал, но их еще несколько. тем более. Вот, и всякое такое, ну, хотелось бы большое, что-то там, не знаю, чайный стол сделать. Не, не, чувак, ну, большое, понятно, но с большим же подстава в том, что для того, чтобы сделать это большое, там же херово тучи инструмента нужно, чтобы так по уму-то сделать. Да, да, о, кстати, я извини, что перебил, вот, вот штука от этого, от чая. Не знаю, видно, не видно, я думаю, что ты... Тайвань, шен-ян-хэй-чхагуань, ну, понятно, понятно. Все, все плохо или нормально? Ну, тайваньцы, они любители вот этой вот мифологизации, то есть мастера, истории, мастера вот этих вот всех, ну, как бы, ну, и китайцы тоже, а тайваньцы особенно. Вот этих всех, знаешь, вот это вот, вот просто вот, раз, какой кусочек, какашечки, и прям вот это вот, это древняя какашка, лежащая на янской стороне дороги, знаешь, вот это вот, и уже, ну, и так далее. И причем, как бы, ну, все правда, знаешь, как в том анекдоте еврейском, вот, и поэтому, ну, я поэтому так, ну, как-то всегда, знаешь, когда я вижу, что тайваньское, сразу понятно. Ясно. Причем, это при этом не значит, тут главное понять, что это не значит наебка, то есть, многие воспринимают, что если, там, я, например, говорю о человеке, что он там мифологизатор, да, то сразу, ну, российская мысль, она сразу мчится по, по сценарию, ага, значит, на самом деле взяли говно, рассказали сказок и продали дорого. Нет. Тайваньцы, они так, в основном, они взяли пиздатый чай, рассказали охуенную легенду и подали его пиздец, как дорого. Не, ну, чай мне реально нравится. Я не знаю, о чем там легенда, но прям классный. Ну, я к тому, что это вот мой, моя вот эта сентенция на тему, ага, ну, понятно, тайвань. Она была не в том смысле, что, типа, тебе там окурков насушили, сделали красивую баночку и продали, как бы, мне. Да, тут даже не баночка, ломом, потому что он как-то быстро кончился очень. Это у меня еще с прошлого года остались там какие-то заначки. Вот, и что-то захотелось сейчас какого-то темненького, такого вкусного, жирного. Правильно. Святое дело. Хорошо. Хорошо сидим. Блин, надо, мне кажется, дядя Илья, если не против, я бы вот так вот как-нибудь раз в месяцок, может быть, поговорил бы. Если. Ну, давай, и что, если, ну, главное, чтобы вопросы были. Есть вопросы, я могу гнать. Я вообще без проблем вопросы могу поговорить. Просто я переживаю за то, что я сейчас начну задавать какие-то глупые вопросы, ну, потому что так и произойдет, на которые ты уже тысячу раз отвечал. Слушай, ну, есть такое понятие, например, вот в китайской традиции, которое называется дибэнгун. Оно переводится как базовая работа. И любой спортсмен, ну, потому что, в первую очередь, спортсмены связаны с этим понятием, скажут тебе, что без базовой работы, сука, никуда не денешься. И какой бы ты ни был, то там маститый, да, чемпион, там, медали золотые, или там что-то еще. Но вот лишний раз там махи ногами, знаешь, поделать, ну, как бы, ну, чувак, не ленись. Поэтому каких-то, знаешь, там, дурацких вопросов, типа, пуэрли в земле, ли или нет, они, понятное дело, что, ну, я на них отвечал уже очень много раз, но на самом деле, как бы, гунфу, вот это мастерство, оно как раз оттачивается на простых вещах. и как раз вот способность ответить на дурацкий вопрос понятно и на том уровне, на котором сам уже находишься, но при этом понятно для человека, который спрашивает, это гунфу. Блин, это... И оно, вот это вот гунфу, в том числе и объяснение, оно как раз таким образом и тренируется. Знаешь, я помню, когда-то в чайном клубе, в котором я работал, там масса всяких разных проводили, мы там церемоний чайных, туда-сюда, вот самые крутые, самые сложные церемонии были для детей. Ага. Вот это было круто, понимаешь? Ну, да, да, объясни им попробовать, да, да, да. Ну, то есть, вот, во-первых, просто, объяснить. Да, да. Понятно? И при этом, не слишком долго, но и не слишком, не уходя, вот эти, это, блядь, зайчик, блядь. Вот, и без этой херни, да, вот, это вот прям вот, там прям как по тонкому льду идешь. Причем дети, в отличие от взрослых, они же не будут тебе, как это, ну, как это, блин, слушай, не знаю, как даже, даже не знаю, как по-русски, ну, то есть, лицо тебе давать. Не будут заботиться о твоем лице. Ну, типа, не будут пытаться не обидеть. Ну, да, он не будет заморачиваться, что если он такой отвернулся, и уже с другом там на чем-то трет, то он тем самым тебя обидит. Да, он похуй как бы, да, он даже и не думает. Да. И поэтому ребенок в этом плане гораздо более, такой чистый, ну, как бы, этот, маркер, насколько ты интересен. То есть, если он продолжает тебя слушать, значит, ты вот эту ниточку тянешь правильно, и не оборвал ее, и она у тебя не провисла, нитка внимания. То есть, ему интересно, он продолжает смотреть. Как только ты ее, например, слишком сильно дернул, там, умного какого-то, дал офигенного, да, или что-то еще, то ты ее, ну, считай, оборвал. Если ты начинаешь там нудить, и какую-то еще, какую-то слишком занудную, да, то это все равно, как нитка провисла. И все, и чувак уплыл. Все, он уже там, уже там, соседке за косичку, вот это уже там, и так, да, и понеслась. Ну, потому что, блядь, сидит какой-то лысый, бородатый еблан, понимаешь, что-то нудит, нудит, там какой-то, блядь, чай. Что-то да, там такое, да, 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 да. И вот это вот поймать, вот это вот найти, вот это вот настроение, их всех, а их еще 30 человек, им всем по 10 лет, они все очень взрослые, и вот это вот, найти вот эту, найти эту ниточку, так и потянуть ее, и вот это вот все время, вот ее как-то вот, удерживать вот это вот натяжение, при этом не резко, и не, ну это блядь, это гунгфу, это круто. Это да. И поэтому и простые вопросы, на самом деле, они-то как раз в этом плане интересны, потому что они, ну типа, ну и обосрался. ну да, ну да, да, да. Блин, ну я бы, наверное, тогда больше хотел бы поговорить про какие-то, знаешь, такие внутридушевные штуки, потому что, как я понимаю, у нас менталитеты, ну прям, пиздец, как отличаются. Я имею в виду, в России и Китае, там же этот, ну, с детства все рассказывается, те же самые какие-то легенды, и прочие. Слушай, а, кстати, вот детям рассказывают эти красивые истории, которые вот там, где-то далеко, на горе там, вот, жил 300 миллионов лет назад старик, который вот собрал там первый чай, который принесли императору, и вот это вот все, рассказывают детям китайским или нет? Слушай, нет, ну это все, это же просто коммерческая, как бы, коммерческая литература, рекламная. Ну ты же детям не показываешь рекламу? Нет. Ну, как бы, она есть, и что-то мне показывать. Ну, я имею в виду, что вот представь, у тебя там ребенок, да, и ты такой вечером ему собираешься перед сном что-то такое рассказать, и ты ему такое, блядь, содержание рекламного ролика пересказываешь. Ну, то есть ты хочешь сказать, что по факту таких историй нету? Ну, я имею в виду каких-то там не прям древних, красивых, а ну, какие-то истории все равно. ты же, ну, я по крайней мере думаю, что ты же с чаем, с каким-то все равно какую-то историю покупаешь. Оно знаешь, как выглядит? Оно выглядит таким интересным образом, что здесь вот эта вся культура, она, у нее один из очень важных, очень важных, основополагающих таких принципов заключается в том, что она всегда реагирует на твой запрос. Луч твоего внимания попадает на нее, и она на этот луч реагирует. Если твоего внимания нет, то и реакции никакой нет. Я имею в виду, что тебе никто не навязывает, бля, вот это, мы, блядь, культурная культура, и вот мы вообще, вот это наша культура, и мы вот, бля, культурные культуроиды. Понимаешь? Вот обрати внимание, даже вот, как ни странно, например, в китайском, вот если взять мир и Китай, который занимает сейчас в Китае уже, в смысле в мире Китай, занимает в мире огромное место, да, там, финансовое, политическое, там, и так далее, но обрати внимание, при всей его, например, там, какой-то экономической экспансии, и так далее, абсолютно отсутствует культурологическое, экспансия, нету навязывания каких-то таких вот наших, китайских ценностей всем. Ну, они концентрируют это у себя, наверное, просто, типа, зачем выносить? Потом разговор, что культура, настоящая культура, и то, что и действительно по-настоящему является культурой, его основным свойством является реагирование о ненавязывание, потому что любое навязывание, суть уже неравновесие и насилие, и безрезультативное, а то и даже, ну, как бы, скажем себе, вредное действие. Поэтому, условно говоря, это все равно, как вот, представь себе, большая семья, в которой несколько поколений, и вот есть там дедушка и папа, дедушка там заведует библиотекой домашней, в которой все эти знания, они все сохранены, они все пронумерованы, подписаны, братья, все про них, все все знают. Молодежь, которая там бегает, ну, как бы, ну, потому что у молодежи какие-то свои другие дела, она там своими молодежными делами занимается, а дедушка там и потихонечку папа втягивается в этот процесс, они вот это все дело хранят, они не ебут мозги внукам, типа, блядь, мучу, ты должен обязательно прочитать 36 наших традиционных, настоящих китайских стратагем, если ты не знаешь наши стратагемы, вот и, блядь, предатель нашей родины в борьбе с американским агрессором, понимаешь, нет такой пиздятины, никому это не нужно, но если вдруг этот мелкий там что-то, блядь, дедуля, что за хуйня такая 36 стратагем, я вот что-то, блядь, сынок, пойдем, пойдем, и все, и вот тебе, бля, понимаешь, там древняя рукопись, вот тебе самый первый древний комментарий Конфуция по поводу 36 стратагем, а вот тебе комментарий на комментарий, а вот тебе современные работы по этому вопросу, пожалуйста, в любом объеме, в любой нарез, короче, и вот в том объеме, в котором тебе надо, ты можешь взять и причем как бы ты такой раз взял, а потом, а вот это, пожалуйста, а вот это, пожалуйста, а вот это, пожалуйста, и когда начинаешь копать, ты понимаешь, что это просто бездонное, бездонное, то есть, как бы не зря говорится, что за горой есть гора, а за небом всегда есть небо, то есть, без, ну, на любом уровне тебе ответят, как только у тебя появляется запрос, то есть, это такая, знаешь, условно говоря, если я правильно понимаю то, что я краем уха слышал по поводу квантовых вот этих всех дел, это вот эта квантовая тема, понимаешь, то есть, она возникает, когда на нее смотрят, но она всегда есть. А дальше фракталы просто бесконечные, представь, да, да, конечно, но отойди, это же фрактал. Это же, получается, немного обидно, но, может быть, я рассуждаю на своем низком уровне еще, обидно в том плане, что ты же, типа, изначально понимаешь, что ты даже через 20 лет изучения чего-то, ну, останешься, ни хера не понимать. Ну, как бы ты будешь знать много. Ты понимаешь, что дело? Вопрос-то в том, что нет никакого ни хера или хера, почему? то есть, я имею в виду, я имею в виду, что постановка вопроса не совсем верная. Ну, да. То есть, ты за 20 лет изучения будешь понимать ровно столько, сколько ты мог по своим возможностям, ну, мозговым, там, физическим, по объему внимания, который у тебя есть, по тем, по тому количеству усилий, которые ты на это потратил, вот такое ты, то ты и освоишь. Ну, я имею в виду. При этом так как, но при этом так как там нет конца, то и проблемы, проблемы того, что ты чего-то не доделал, нет. Понимаешь? То есть, это тебе не игра, квейк, где ты можешь дойти до самого последнего уровня и ебнуть самого последнего там монстра и все, бля, и игра закончилась. Понимаешь? Да. Нет. Ну, типа, тут просто важен процесс получается. Кайфует. Ну, фрактал, ты же сказал фрактал, а это фрактал. Он бесконечный. Ну, то есть, сначала ты вот такую же разглядел, а потом ты вот такое разглядел, а потом вот такое, а потом вот такое. Это как этот самый микроскоп. Да, 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 да. Ты просто новое стеклышко ставишь, а там, блядь, еще целая вселенная, понимаешь? Как бы в этом стеклышке это просто черная точка, а ты вот новое стеклышко поставил, а там оказалась, блядь, еще одна вселенная, понимаешь? Потом ты ее опять разбил на эти дноточки, и уже какую-то новую точку выглядело, и она уже точка. Ты раз новое стеклышко, блядь, а это опять вселенная. И так все время. И так это вот, ну, ты возьми, любое дело, причем я говорю, что самое интересное, что вся эта китайская штука, она интересная, описывает, что через нее, потому что она тоже суть проводник, можно потом в любом деле такую фигню обнаружить, понимаешь? Ну, то есть в той же самой столярке. Потому что, когда ты начинаешь, у тебя только молоток, отвертка, шуруп и кривые доски, понимаешь? А потом оказывается, что там еще угольник, а потом оказывается, что там еще и медный угольник, а потом там еще какой-нибудь, блядь, вольфрамовый угольник, который там, и потом еще там еще специальный прибор для измерения влажности древесины. Понимаешь? Там и, блядь, и все, да. Да, 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 и ту же самую там какую-нибудь полочку или досочку, понимаешь, ты можешь сделать на разных уровнях. Да, да. Можешь рукой там какой-то шкуркой ее... Ой, что-то звук, звук. Пропал звук. Дядя Илья. Что-то случилось. Да. Алло. Ага. Это у меня, видимо, что-то глюкнул, у меня он пишет, все пропал. Бывает. Может, мы уже просто квакаем долго, и поэтому он как-то... Тут есть какое-то ограничение по времени в зуме-то? Да вроде нет. Ага. Я последний раз записывался с чуваком что-то около часов полутора, если не двух мы говорили, нормально. Ну, мы час всего разговариваем, то что? Не, ну, тут бывает иногда, глюкает. Я же через VPN. Ага. Великий китайский этот... Нет. Great Firewall, да-да-да. Бранд Мауэр. Firewall, да-да-да. Блин, слушай, дядя Илья, а как-то вот мне интересно, вопрос такой тоже, опять-таки, дурацкий, но все-таки, есть какая-то в твоем понимании жизнь после смерти или нет? Ну, просто мне, по крайней мере, как-то это... Я понимаю, что такой странный... вопрос, но все... Мне просто интересно было. В китайской, вот, какой-то штуке, в китайском понимании, не знаю, в твоем понимании есть какая-то история? Потому что, ну, это же энергия, по сути, и она же не может просто кончиться. Слушай, ну, как бы, так как я, ну, у меня времени тут хватает, я в основном в одиночестве провожу, поэтому у меня времени хватает, чтобы поразмышлять и на такую тему, естественно, тоже, вот, вдаваться в тему, что, типа, сдох и все, мозг, он, естественно, начинает протестовать. Ага. Потому что тогда рушатся все вот эти вот, ну, вообще все конструкции, потому что, типа, бля, ну, то есть, вот в скором времени... А нахуй тогда вообще вот это все. Все напрасно, да-да. Вот. Чтобы, как бы, все-таки выстраивать эту самую, эту, надо что-то себе придумывать. Я пока остановился на точке, что я думаю, что происходит просто трансформация, но описать ее, я думаю, невозможно. Ну, это да. Пока сам не поймешь, да. Ну, да. Пока не пройдешь этот путь, да. Более того, ну, это же, ну, это же переход в другое состояние, но какое, ну, неизвестно. Ну, я к тому, что ты как относишься к этому? Ты думаешь, что оно так и есть, или думаешь, что, ну, просто... Нет, это были мои мысли, это то, что я думаю. Я думаю, что происходит переход просто в другое состояние. Условно говоря, был ты, был ты твердым, а стал газообразным, понимаешь? Ну, да-да-да. Но при этом, опять же, тема под названием, которая называется «Ты», это исключительно деятельность вот этой вот морщинистой хуйни у тебя в голове, которая там на основании сигналов извне формирует какую-то такую поебень, которая гордо называет себя «я». Но при этом, на самом деле, просто набор внешних сигналов. Ну, вернее, вот, как бы, сигналов воспринятых и переработанных внутри. Ну. И поэтому трансформация, несомненно, произойдет, я наверняка сдриснет. Ну, потому что его и сейчас-то нет. А как бы, когда еще и тушка сгниет, то уж точно съебет куда-то. Потому что сигналы некому будет перерабатывать. Ну, то есть, это же такое, как зеркало, да, которое блики солнечные на себя воспринимает. Если зеркало разбить, то это же не значит, что бликов не станет. Но при этом их не станет, потому что зеркало разобьется. Какой-нибудь, как вот Шрёдингер. Ну, то есть, как лучик, лучик, лучик летел, отразился в стекле, правильно? Да, да. Возник блик. Ну, как бы, блик, это же не зеркало и не луч. Это само по себе я. Но зеркало, зеркало разбилось, блика нет. Ну, как бы, дело не в том, что зеркало не стало, а то, что оно перестало отражать. Ну, да. По сути, зеркало осталось просто разбитое, и лучик остался. Ну, да. Да, да. Но я хуяк и нету. Да. Поэтому все эти философы, там, и всякие там буддисты, даосы и так далее, все же, в конце концов, сходятся как в одном. Ну, нахуй я. Ну, да. Блин, ну, это же и просто, и сложно. Это же, наверное, самое сложное, что может быть вообще. Ну, да, это там такая, не знаю, я в какой-то момент понял, что вот эта тема избавления от я, мне кажется, это полная херота, потому что, ну, как бы, ведь мозг, это такой наш орган, который нас отличает от других животных, или, во всяком случае, его способностью вот рождать вот такие вот фигни, типа я, типа долг, и так далее, да, там, ну, вот эта вся херь, которая продуцируется деятельностью вот этих бликов, вот. и, ну, как бы, коль скоро природой дана такая возможность и способность, и вот этот функционал предназначен, ну, блин, а что с ним бороться-то? Что не бороться? Ну, давай, блядь, будем бороться с этой самой, с выводящей системой. Блин, ну, говно, оно же такое вонючее, понимаешь? Давай жопу зашьем, чопик вставим, и не будем серить, чтобы не воняло, как бы, да, то есть, ну, блядь, ну, ну, оно же есть, оно дано, дано для, даже, даже не важно для чего, просто оно есть, и оно так вот работает. Просто хорошо понять, что оно так работает, разобраться с этим, и так очень сильно в иллюзию не впадать по поводу я, но мешать ему точно ни к чему, ну. Блин, ну, все равно, зная правила же, легче их нарушать. А зачем их нарушать-то? Ну, можно же потом как-то... Ну, вот, есть я, и ты такой раз, либо изменил его, либо подвинул куда-то, когда оно тебе мешает, или не пользуешься. Зачем? А, да. Ну, не, ну, если ты понимаешь его устройство, да, да, ну, это... Ну, то есть, это как, как, там, как трансформер. Ты, если ты понимаешь, как оно работает, то, естественно, ты его можешь... Раз, мясорубка. Хуяк мясо себе сделал. Такой, бля, раз, бля, десептиконов пошел, ебнул парочку на ужин. Ну, как бы, да, то есть, вообще ништяк. Слушай, еще вопрос у меня, знаешь, какой? Ну, это абсолютно нечаянная история, просто как... Мне интересно, как ты реагируешь на людей? Я думаю, что бывали случаи такие, когда ты, например, там, не знаю, стоишь в магазине, там, какая-то тетя 800-летнего возраста, там, вперед тебя лезет, или что-то там, не знаю. Ну, какие-то раздражительные моменты от людей именно. Как ты реагируешь на такие случаи, когда прям... Ну, бывает у тебя вообще, во-первых, такое, когда тебе не нравится, как ведет себя человек по отношению к тебе, и как ты с этим борешься? Я живу в Китае. Я понял. Тяжело. Тяжело. Ну, ты нервничаешь, нервничаешь, или ты все-таки как-то, ну, как это происходит? Ну, тут как бы такая тема, знаешь, что это вот как нервная система, да? У тебя на поверхности есть нервы. Есть тактильные раздражители, а есть внешние раздражители. У нас у всех тоже разная степень реагирования, да? То есть, есть там, например, всякие бульдоги и так далее, у которых вообще там, типа, я слышал, что у них нервные окончания не подходят там на поверхность кожи, и поэтому они там дерутся, эти собаки там, до смерти, и вообще боли не чувствуют. Вот. Ну, и, соответственно, кто-то есть менее... Ну, кто-то толстокожий, кто-то там тонкокожий, да? Соответственно, разные степени реагирования. Но не реагировать, мне кажется, человек не может. Ну, как бы... Тогда ты должен умереть. Ну, то есть, не будет центра, который будет... Который будет воспринимать... Ну, вот, есть некий центр, который воспринимает эти сигналы. Ну, а как бы... Ну, прикиньте, а ты чуть, блядь, иголкой, а ты не реагируешь. Это возможно только в одном случае. Или у тебя какая-то вообще там адская воля, как в этом кино-то, я помню, в детстве смотрел кино про какого-то революционера, я не помню, то ли про Камо, то ли еще про какого-то. И там такой смысл, что, типа, он там косит под дурку, что, типа, он нихуя не чувствует. И пришел врач, там, какую-то иглу ему там куда-то тычет. И, типа... И он так... И врач такой смотрит и понимает, что чуваку пиздец, как больно, потому что у него зрак прям. Но при этом у него воля такая, что он вообще не реагирует. И врач такой... Настолько проникся этим чуваком, настолько его зауважал, что такой, типа, он реально, типа, он реально нифига не чувствует, он реально дурик. А тот на дуру косил, типа. Вот. Ну, это... Ну, как бы... Ну, это кино, понимаешь, да? То есть это рассказы там... Вот. Как сделать так, чтобы сигналы приходили, но не вызывали раздражающего эффекта? Я, ну, непрерывно тренируюсь. Я там пытаюсь не замечать, пытаюсь полюбить весь мир, блядь, и всякое такое, да? То есть я, как и любой другой, любой живой человек, иногда думаешь, да и ладно, блядь, иногда думаешь, блядь, убью, сука, старая корга. Вот. По-разному бывает. Я понял, понял. Ну, просто, да, тоже такое. Но это тренируется или это бесполезная история? Черт его знает. Знаешь, я вот наблюдаю за собой многие годы. Мне кажется, что тренируется, но вполне возможно, что это просто тупо возраст. Ага. Ну, как бы, мне очень сложно сказать, потому что я вижу явный прогресс. С чем это связано? Ну, этот прогресс связан в связи с тем, что просто мне, как бы, в связи с тем, что энергии меньше стало больше плохую. Или же то, что я там, знаешь, там научился цыпь донтянь опускать своими непрерывными тренировками донтяня, бля, понимаешь? Ну, хера знает. Блин, ну да, да. Ну, я просто тоже сравниваю себя там, не знаю, в 20 лет и сейчас, это же прям два разных человека. реально. И я бы не сказал, что ты спокойишься. Ну, а тут не угадаешь, понимаешь? Потому что не зря же есть вот эти сентенции на тему того, что вот это многозначательное молчание, это просто потому, что в старости хуево слышишь, знаешь, там вот это вот немногословие, потому что энергии мало, и опять же, не услышал ни хера, как бы, да. И чтобы мудаком не выглядеть, многозначительно промолчал. Знаешь, там вот это вот воздержанность в женщинах и в еде, и во всех остальных делах связана не с охуенным глубинным осознанием мудрости космоса, а с тем, что просто тупо не стоит, желудок не переваривает, понимаешь? И печень уже почти пока, а вовсе не потому, что ты там типа «Ха, я понял!» Просветлел, да-да-да. Да-да-да. Блин, ну да. Тоже, даже не знаю, как тебе, что сказать про вот эти, я тоже все время тренируюсь, ну вот, про вот этих вот раздражающих мудаков. И иногда мне кажется, что не надо сдерживаться, надо как-то вот проявляться. Ну, ну, нет, ну, внешне проявляться ни к чему, потому что могут совсем уж серьезные проблемы возникнуть. Ну, я имею в виду там недовольное ебало состроить, или там внутри хотя бы про себя, понимаешь, ругнуться и не чувствовать себя виноватым за то, что не сдержался. Ну, как-то так, знаешь, что-то из вот этого. Ну, да, да. Ну, я, я спрашиваю, потому что интересно, поэтому и спрашиваю. Слушай, ну, с другой стороны, тут, конечно, я думаю, что это опять мы возвращаемся к разговору о я. Потому что я, оно же обусловлено в первую очередь как раз координатами, значимостью. То есть я, оно рождается из сравнения. вот, и поэтому, соответственно, какая-то там бабка, а тут, блядь, я стою. Сам, сам. Да, понимаешь, центр нераздания. Если вот в эту сторону как-то направлять внимание, то меньше начинает парить. Блин, ну, об этом же надо помнить постоянно. Это что-то, забывай. Ну, а как, вот, например, в китайской традиции краеугольным камнем, который является книга перемен, да, такой прям камень, на котором все воздвигнуто, по сути дела. Самая первая, самая первая фраза, это фраза, состоящая из четырех иероглифов. Юань Хэн Ли Джин, намерение проводится осуществлением удержания. То есть, ты все время удерживаешь внимание на том, что ты, что тебе надо. Если так немножко упростить, ты все время, когда ты едешь в машине за рулем, ты в каждое мгновение помнишь, куда ты едешь. И ты можешь там, знаешь, условно, ты едешь за рулем и раз там ремонт, тебе надо объезжать, и тебе надо там что-то развернуться, проехать каким-то другим путем, и тебе там тоже надо поднапрячься и понять, как там не пропустить развязку, тру-лю-лю, тру-ту-ту, но при этом выполняя все эти сложные движения, или там остановил тебя гаишник, и ты там с ним там выясняешь, кто там, у кого в аптечке просроченный анальгин или нет, но при этом одномоментно ты в каждое мгновение помнишь, куда ты едешь, и тогда ты приедешь туда, куда ты едешь. Если в какой-то момент ты забудешь, куда ты едешь, как бы охуенно ты не рулил, доехать тебе не удастся. И, соответственно, вот в этих тренировках с бабками и так далее то же самое, что если ты делаешь усилия по удерживанию своего внимания на том, что ты делаешь, ради чего все это? Для чего тебе это нужно? Ты стараешься все время помнить, вспоминать об этом, удерживать. Оно, сука, все время куда-то убегает. А тут ходят всякие с вот этими делами, ну, с этими делами, с вот этими делами, и все, еще миллиард всяких разных факторов, которые тебя... А сейчас еще появились все эти гаджеты, телефоны, компьютеры, и тут уже вообще пока. Да, да, да. Ну, и крутизна твоя заключается в том, что ты все-таки, сука, помнишь, куда ты едешь. Хотя бы частично. Хотя бы направление. Да, 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 удерживаешь в памяти. Блин, ну, чего, я думаю, может быть, прощаться, а то мне кажется, я на работу опоздал, кстати. О, во как. Понял. Давай, дорогой. Дядя Илья, спасибо тебе огромное, рад был с тобой поговорить, вот прям честное, пионерское. Круто. От души. Очень приятно, спасибо. Во-первых, рад был познакомиться, потому что мы сегодня увиделись-то в первый раз. Ну, да. Я уже говорил, я с тобой не раз чай пил, просто ты об этом не знал. на ютубчике я смотрел тебя постоянно, и вот. Круто. Спасибо огромное за диалог, очень рад был тебе. Пожалуйста. Давай тогда обработываешь, скидывай, я у себя выложу. Ты у себя выложишь. Хорошо, хорошо, все непременно. Согласен. Круто. Все тогда на связи. Пришли на почту тогда. Да, давай на почту кидай. Ага. Все, супер, ладненько, до свидания. И этот, Дядя Илья, как до свидания и здрасте по-китайски? Здрасте будет ни хао. Ну, а да. Ни хао. Ни хао. А здрасте в следующий раз, оно сложное. Я понял. В смысле, до свидания. До свидания в следующий раз, оно сложное. Принято. Ладно, рахмат большой тогда, до зустречи. Давай, дорогой. До свидания.